Как-то раз албанское семейство из городка под названием Паток, что на севере страны, поймали в лесу волка. Этим они прославились на всю страну. Семья занималась сельским хозяйством, проще говоря, содержала ферму. Изловив санитара леса, люди заперли его в клетке и решили подержать некоторое время в неволе. Разумеется, волк – это опасный хищник. Матерому взрослому волку требуется немало мяса для поддержания себя в форме. Но и фермеры оказались вполне себе знатоками законов природы, и, недолго думая, они затолкали старого осла в клетку, где томился волк. Стоит ли говорить о том, что осел был абсолютно перепуган и уже с покорностью ожидал своей судьбы, однако она распорядилась его жизнью не так, как все ожидали. Вопреки всем законам природы, волк даже не тронул осла, а напротив, фактически разделил с ним кров. Целую неделю волк и осел провели вместе, сидя в одном вольере. Волк за это время даже не притронулся к своему соседу. Напротив, они даже вроде как подружились. По истечении недельного срока общественность, прознавшая о невиданном ранее случае, буквально таки завалила фермерскую семью письмами с просьбой отпустить несчастных животных. Под давлением внимания со стороны односельчан и средств массовой информации албанские крестьяне все же отпустили волка и осла. Последний остался жить у них на ферме, ну а серый, естественно, убежал в лес. Однако самое интересное не это. Спустя какое-то время волк объявился вновь, на пастбище, где кушал старый осел. С тех пор он периодически заглядывал на огонек кослу. Удивительный и совершенно из ряда вон выходящий пример дружбы между совершенно непохожими животными. Подписывайтесь на канал, здесь много интересных видео о животных. Сохраним им жизнь вместе.